МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. И я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Семь лет стройки. В реестре проблемных объектов осталось два дома. Пора вирусов и инфекции. Минздрав рекомендует сделать прививку от гриппа. Добро пожаловать в сказку. В Чебоксарах площадь республики превратилась в новогодний бульвар. Сегодня в Москве глава республики Михаил Игнатьев встретился с председателем правления компании «СОГАЗ» Сергеем Ивановым. В Чувашии акционерное общество планирует реализовать ряд проектов. За столом переговоров зашла речь и о развитии страхового рынка. Дмитрий Ковалев сообщит подробности. Рабочая встреча главы республики и председателя правления компании «СОГАЗ» проходила в конференц-зале Чувашского представительства в Москве. Михаил Игнатьев и Сергей Иванов наметили планы на ближайшую перспективу. Сейчас клиентами страхового общества являются 9 крупных организаций республики. Руководитель «СОГАЗ» отметил, что властям Чувашии удалось создать идеальный инвестиционный климат. Чебоксарский филиал федеральной компании вошел в тройку лидеров на региональном рынке. Сумма выплат с начала этого года увеличилась в 2,5 раза. Мы видим, что крупнейшие предприятия региона развиваются. А, соответственно, когда развивается экономика Чувашии, то и растет спрос на страховые услуги. Безусловно, особенно те направления, в которых наша страховая группа сегодня лидирует. Это страхование имущества, юридических лиц, страхование ответственности, строительно-монтажные риски и, самое главное, защита персонала. Добровольно-медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и так далее. И мы понимаем, что даже в кризис спрос на розничные страховые услуги, на страхование имущества, он все равно подрастает, потому что от того, какие вызовы сегодня существуют перед нашей экономикой, от этого, к сожалению, риски не меняются. Сейчас компания «Сагаз» планирует закрепиться на рынке жилищного строительства республики. В перспективе намерены войти и в сельские районы Чувашия. Михаил Игнатьев отметил, что в республике интерес к страхованию имущества увеличивается с каждым годом. В республике полисы оформили более 20% жителей. Со стороны органов власти мы создаем одинаковые, равные условия для конкуренции среди страховщиков, среди страховых компаний, чтобы было больше выбора у наших жителей Чувашских республики, у наших предпринимателей, у наших организаций. Почему я так говорю? Потому что бывают разные чрезвычайные ситуации. Вот засуха 2010 года, засуха 2011 года, пожары, где-то какие-то еще чрезвычайные происшествия. Нельзя собственнику постоянно перекладывать свои рейтинские на бюджетные государства. Намеченные планы скрепили подписями и печатями. Глава республики и председатель правления «Сагаз» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно будет действовать весь следующий год. Добрый год! На плаве россиян, на плаве чрезвычай России. Продолжение дальше. Спасибо, пока. Михаил Игнатьев пригласил руководителя страхового общества посетить республику с рабочим визитом. Сергей Иванов пообещал приехать Чувашию уже в следующем году. Медрик Ковалев, Росель Мухаметов, Республика. Из Москвы. В 105 тысяч рублей в год обходится республиканскому бюджету перевозка одного пассажира пригородными поездами. На ежедельном совещании главы Чувашии обсудили вопросы перевозки пассажиров на пригородных маршрутах. Компания «Содружество» пополняет пригородные перевозки по пяти маршрутам. В республиканском бюджете на компенсацию затрат компании заложено 72 миллиона рублей. Сейчас выплачено 24,5 миллиона. Министр транспорта прислал телеграмму. В субботу будет проводить совещание в адрес полномочных представителей. Вопрос серьезный, хотя менее 1% пассажиров перевозим, но оплачиваем колоссальную сумму. Примерно такую сумму получает у нас аэропорт, казенное предприятие Чуваши Автотранс. В текущем году 173 миллиона в целом на перевозку пассажиров в бюджете предусмотрено. Как вы уже сказали, 44% это содружество идет. У нас перевезенный пассажир по железнодорожному транспорту обходится бюджетом 105 тысяч рублей в год. Для сравнения, перевезенный пассажир автомобильным транспортом или городским электрическим транспортом чуть более 1 тысячи. То есть в 100 раз больше у нас один пассажир стоимость железнодорожной перевозки. Министр финансов Светлана Янилина обратила внимание, что на поддержку перевозчику ходят немалые средства, но есть нереальная польза от этого. Пригородный железнодорожный транспорт сейчас не используется в полную силу, у многих есть машины. Оплачивать полупустые вагоны просто накладно для местного бюджета. Надо искать варианты. Михаил Игнатьев поручил проанализировать наиболее оптимальные маршруты для перевозки пассажиров, чтобы понять, насколько эффективно расходуются бюджетные средства. Чувашское предприятие ОАО «Научно-производственный комплекс ЭЛАРа» имени Ильенко получило премию правительства России в области качества. Награду вручал премьер-министр Дмитрий Медведев. Премия в области качества стала уже второй в истории предприятия. Первый раз ЭЛАРа была отмечена в 2002 году. Правительственных премий удостаивались еще два учреждения Чувашия. В Чувашии продолжает свою работу комиссия по оказанию помощи беженцам из Украины. Спустя два года, как они приехали в республику, можно с уверенностью сказать, что адаптация прошла успешно. Возникают лишь проблемы частного характера. Именно их и обсудили на очередном заседании рабочей группы. По закону, с 1 января будущего года могут прекратить работу пункты временного размещения беженцев. В Чувашии это затронет 39 граждан Украины, которые сейчас проживают в ПВР, агрофирмы Юрма и санатория Чувашия Курорт. Большинство из них готовы получить гражданство Российской Федерации и самостоятельно снимать жилье, но при гарантии, что их зарегистрируют по месту жительства. Без регистрации украинцы, получив российское гражданство, не могут получить пенсии, пособия, участвовать в республиканских жилищных программах, получить ипотечный кредит. Юрма и Чувашия Курорт также предлагают беженцам вариант продолжить проживание в ПВР, но уже за свой счет, примерно за 3000 рублей в месяц. В пунктах временного размещения размещаются 9 человек, которые дальше временного убежища идти не собираются. В планах по состоянию на вчерашний день у них было возвращение после локализации конфликта к местам проживания на территории Украины. Сегодня гражданам Украины предложено 54 варианта трудоустройства с предоставлением жилья. Средняя зарплата более 15 тысяч рублей. Места для проживания готовы предоставить и образовательные учреждения республики. Койко-место в общежитии Чебоксарского кооперативного техникума, к примеру, обойдется в 1700 рублей в месяц, а в общежитии Новочебоксарского химико-механического техникума всего в 830. Пока желающие переехать не объявились. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии в реестре проблемных объектов остались два многоквартирных дома. Власти Республики и 160 участников долевого строительства борются с недобросовестными застройщиками на протяжении нескольких лет. Сегодня на очередном заседании рабочей группы по защите прав граждан застройщикам пришлось отчитаться, когда же дольщикам предоставят квартиры. Дом по проспекту 9-й Пятилетки должны были сдать еще в феврале 2009 года, но прошло уже почти 7 лет, а стройка до сих пор идет. Еще в прошлом году застройщик компания Гарант выкупил объект у высоты, пообещав завершить все работы в 2015-м. Год уже заканчивается, а режим стройки в режим отделки так и не переключился. У застройщиков есть на то причины. Первая проблема – это снятие обременения с 19 квартир. Вторая большая проблема – это подключение к сетям, наружным сетям. Это электроснабжение и теплоснабжение. Это тоже вновь возникшие вопросы после того, когда мы приобрели этот объект для завершения строительства. Сумма дополнительных затрат по технологическим присоединениям составляет 15 миллионов 700 тысяч. То есть мы на сегодняшний день не знаем, откуда взять эти деньги. И, кроме того, не можем распорядиться и продать 19 квартир. В общей сложности – это порядка 45 миллионов. Но у инициативной группы дольщиков свой взгляд на проблему. Не один раз мы утверждали о том, что дом можно достроить за счет перепродажи свободных нежилых помещений. И сейчас мы это тоже можем подтвердить. Мы предлагали сделать им расчеты, свои предоставить. Отчего они отказались, что дом действительно можно достроить за счет перепродажи других помещений. Еще один проблемный дом – позиция 11Б по проспекту трактора строителей. Этот дом должны были сдать еще в первом квартале 2010-го. Но стройка заморозилась. И только в 2014-м строительство долгостроя взяло на себя строительно-монтажное управление номер 58. Сейчас на носу 2016-й. И у застройщиков есть приятные новости для дольщиков. Сегодня дом готов. Сегодня дом под теплом. Вторую неделю. Сегодня, сейчас мы получим распоряжение главы. Сдаем в кадастров. И с завтрашнего дня объявление и передача квартир дольщиков. Заканчиваются работы по улице Гражданской. Скоро 8 квартир пристроя между домами 101 и 101 корпус 1 смогут заселиться дольщики. По ряду позиций мы уже сейчас обратились за справками в соответствующие структуры. Ну, предположительно, до конца декабря мы, в общем-то, должны завершить и подготовить объект к сдаче. Мы, в принципе, в свою очередь, планируем в январе объект ввести в эксплуатацию. Сейчас необходимо решить все организационные вопросы, чтобы дольщики могли начать ремонт на новогодние праздники. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Последние пять лет в Республике уровень подростковой преступности снижался. Но за 2015 год количество преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось вдвое. На пресс-конференции прокуратура Чуваши обсудили причины роста преступности и способы стабилизации ситуации. 487 преступлений в этом году совершили подростки, а это больше 5% от общего числа преступлений. Выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, краш и разбойных нападений. Чаще дети с недетской жестокостью решаются на тяжкие и особо тяжкие деяния. Эти категории преступлений говорят о том, что детская преступность взрослеет. И, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что дети совершают преступления, которые раньше не входили в официальную статистику и таких фактов не допускалось. Это мошенничество и вымогательство. По данным органов прокуратуры, есть три причины роста детской преступности. Первое – снижение социального контроля. Структура мер, принимаемых государством, не отвечает взрослости детских преступлений. Ненадлежащее правовое воспитание – еще один пробел в формировании личности подростка. И последнее, самое известное преступление совершают подростки из неблагополучных семей. Из них 47% пошли по стопам родителей и нарушили закон по тем же статьям. Есть и обратная сторона медали, когда родители потакают капризом ребенка беспрекословно. Такая вседозволенность тоже может стать причиной преступлений. Есть у нас семья, где отец постоянно выезжает на заработки, достаточно обеспеченный. 15-летнему ребенку уже купил машину. Ребенок все имеет абсолютно. Так он создал группу, в которую входит и 17-летний, более старший, но он лидер в этой группе. И совершал кражу. Тревожно остается и ситуация с профилактикой противоправных действий в отношении детей и подростков. По мнению прокуратуры, настало время усилить работу, но вести ее необходимо комплексно. И первую скрипку должны играть общественные институты. Екатерина Куприна, Елена Гальперина, Республика. Перед выпускниками школ сейчас стоит серьезная задача – определиться с будущей профессией. Кто-то выбирает инженерные специальности, кто-то традиционно думает о карьере экономиста или юриста. Некоторые чебоксарские школьники решили окунуться в мир дипломатии. И в этом им помогает клуб «Юный дипломат». Уже второй год ученики столичных лицеев и гимназий занимаются с преподавателями МГИМО. Селедка под шубой, бананы, креветки, рис, соус карри – это не меню новогоднего застолья. Это деловая игра юных дипломатов «Всемирное кафе». Задача старшеклассников – представить национальные блюда стран Международного объединения БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южноафриканской республики. Я хотел бы представить вам наш прекрасный бразильский торт. Этот торт называется «Бригадейра». Зайдя в любое кафе Бразилии, будь то в Рио-де-Жанейро или в самой столице, вы зайдете в кафе и скажете «Бригадейра» и сразу к вам принесут этот прекрасный торт. Подготовка к игре – все равно, что самостоятельное изучение дисциплины страноведения. И это только малая часть огромного курса. В основном мы проходили политологию и рассматривали дипломатические отношения. В этом году я решила пойти, потому что меня также очень интересует английский. Мы изучаем принципы дипломатии на английском языке. Это нужно для того, чтобы уверенно вести себя на публике и уметь участвовать в переговорах. В конце учебного года выпускники школы МГИМО получают сертификаты, которые могут помочь при спорных вопросах во время выступления ведущей вуз страны. Но все же главная задача школы – помочь старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии. Многие, вы знаете, за пятью большими буквами МГИМО ничего не видят. Главное, что МГИМО. А что такое? Какие там есть факультеты? А там же есть и экономика, и юриспруденция, журналистика, международная экология и много-много всего другого. Вот мы им об этом рассказываем, и не только в теоретической, как я говорю, еще и в игровой форме. Чтобы, во-первых, они четко поняли, интересно ли им это, нужно ли им это вообще. А если нужно, то в каком конкретном направлении. Мария Шоклева, Расиль Мухаммедов, Республика. Более 5000 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Чувашию за 51-ю неделю года. Заражение вирусом в Республике возросло более чем на 8%. Минздрав Чувашия решил проверить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Погода ежедневно преподносит нам сюрпризы. То на улице валит снег, и температура падает до минус 15, то можно подумать, что пришла весна. Именно такие перепады температуры – золотая пора для вирусов и инфекций. Как защитить себя, когда все вокруг кашляют и чихают? Один из способов не оказаться на больничном – своевременно сделать прививку от гриппа. Вакцины, которые инактивированы, на сегодня мы только делаем такие вакцины. Это могут быть или для детей мы делаем грипп ОПлюс, для взрослых стойный грипп. Они содержат только обломки вируса. Поэтому их можно делать даже в эпидемический подъем. Они не представляют никакой опасности. Вируса живого или ослабленного они не содержат. А если человек прививается не впервые, то он уже где-то через 10-14 дней даст первое защитное тело на слизистых оболочках, а потом хороший титр в крови. То есть, если вы еще не успели привиться, но имеете желание, то вы можете это сделать. Не так страшен черт, как его малютки. Перефразируя поговорку, можно сказать, что последствия и осложнения гриппа гораздо опаснее, чем само заболевание. В некоторых случаях оно вызывает серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, легких и головного мозга. Грипп резко снижает иммунитет и даже может привести к летальному исходу. Беззащитней всех малыши, потому что не успели выработать антитела. И пожилые, потому что их антитела не работают из-за ослабления иммунитета. Главная особенность гриппа в том, что переболевший им человек остается восприимчивым к повторному заражению. И еще одно правило. Нужно не просто надеяться на прививку, но и самим укреплять свой организм, правильно питаться, закаляться и вести активный образ жизни. Хочется рекомендовать в новогодние праздники, чтобы не заболеть, все-таки нужно воздержаться от посещения массовых мероприятий, которые проводятся в помещениях. Потому что там могут быть больные люди и можно получить заболевание. Не контактируйте с больными людьми. Нужно повышать свой иммунитет, укреплять организм. Для этого нужно больше бывать на свежем воздухе, посещать спортивные учреждения, заниматься физкультурой и спортом и правильно питаться. Это сбалансированное питание должно быть. В рацион нужно включать больше овощей и фруктов и белковую пищу. Прививка не защищает на 100% от гриппа, но сводит к минимуму и вероятность заболевания, и возможность осложнений. Кроме этого, прививка облегчает течение болезни. Но все же решение делать или не делать прививку по-прежнему остается добровольным. Впрочем, большинство специалистов считают, что это необходимо. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика. Героев нужно знать в лицо. Одной из школ Чебоксарского района присвоили имя Леонида Пучкова, полицейского, погибшего в Чечне при исполнении своего служебного долга. В школе Леонида Пучкова помнит как способного ученика. На службе как ответственного и целеустремленного коллегу. Два года назад он доказал, что служит родине не на словах, а на деле. Ценой своей жизни он спас коллег, остановив террориста-смертника в Чечне. В родном районе чтут память землякам. Спрос с коллектива школы, с родителей, с учеников, с учителей большой теперь спрос. Мы должны быть вдвойне ответственны за результаты как по учебе, так и по различным видам конкурсов и соревнований. Теперь имя отважного полицейского увековечено в названии школы. Это событие поможет всем нам еще раз посмотреть на дело защиты нашей страны по-особому. Понимать, что нет ничего более почетного, чем защищать наше отечество. Я считаю, что вот эта память, которая сегодня была увековечена в названии школы, поможет всем нам в патриотическом воспитании наших детей. Подготовка к новогодним праздникам уже началась. Поверить в чудо помогает сказка. Поэтому перед Новым годом все театры готовят постановки для детей. В Чешском драматическом театре имени Константина Иванова премьера. Как Настенька, чуть кикиморой не стала. Художественный руководитель театра Валерий Яковлев дает заключительные наставления перед премьерой. Перед детьми выступать дело особенное. Они сразу чувствуют фальшь. Актерам нужно быть крайне убедительными. А эта постановка еще и дебютная работа Алексея Герасимова в качестве режиссера. Сложно, конечно, сложно. Потому что работа с актерами, так как я актер, когда мне доверяет роль, я делаю свою роль. Все-таки это совсем другое. А тут надо позаботиться обо всех, о всех актерах. Что они должны делать? Объяснить, собрать, довести до ума. С другой стороны, именно детская сказка – возможность похулиганить на сцене. И этот рассказ как раз об озорной девчонке Настеньке, которой с утра, но никак не хочется браться за дела. Пальцать, спать, надо за работу приниматься. Оденься, умойся и за дело. Какое дело? Кашу варить. А ты? А я буренку подаю, скотину напою, на лужок пастись выведу. О-о-о! Ну ладно! Ой! О-о-о! Такую ленивую и неряшливую девочку не прочь забрать к себе баба Яга. В доме она все равно пользы не приносит, а Яге помощницы Кикимуры очень нужны. Но тут за Настю вступается ее сестра Алена и добрый домовой. Его никто не видит, но он и о хозяйстве заботится, и за дело наказать может. А мне живет, да? Ой, да вот же они! Да, полные! Кто же их сюда поставил? Домовой! Домовой? Ну спасибо тебе, помощник невидимый! Сказка, как Настенька чуть кикиморой не стала по пьесе Владимира Илюхова, уже ставилась в разных городах. Теперь ее можно посмотреть и в Чувашии. Анастасия Алексеева, Игорь Зверев, Республика. В выходные распахнула свои двери резиденция Деда Мороза, а площадь Республики на время стала новогодним бульваром. По нему прогулялась Юлия Важенина. Резиденция Чебоксарского Деда Мороза имеет постоянную прописку на Красной площади. Уже много лет здесь исполняются заветные желания с помощью волшебного сундучка. Дети рассказывают Деду Морозу о своих, пусть пока еще маленьких успехах, читают стихи, поют песни. Вершить добрые дела помогает внучка, красавица Снегурочка и добрый помощник Снеговик. Сказка поселилась и на новогоднем бульваре на площади Республики. Ну вот смотрим, что в этом году еще лучше оформленнее. Самое главное, елка у нас краше, ну и домики, сказочные домики. В этом году город Чебоксары отмечает Новый год девизом Чебоксары. Это город сказок, город зимних сказок. И поэтому мы хотим, чтобы действительно каждый горожан встретил этот год хорошим настроением, преподетным настроением. И все, наверное, желания сбылись как сказки. Попасть в сказку можно через светящиеся ворота, которые охраняют помощники Деда Мороза – снеговики. Здесь же установлена сцена, мастерские Деда Мороза, торговые ряды. Так что у чебоксарцев и гостей столицы есть уникальная возможность приобрести продукты для праздничного стола и здесь же купить живую елку. Если все в доме уже готово к встрече Нового года, то можно просто прогуляться, получить заряд хорошего настроения. И тут очень много фонарей, очень ярко и весело. Мне очень нравится Новый год, потому что много подарков и много чудес. Новый год – это праздник. Когда может собраться вся семья. Новогодний бульварь очень красиво. Новая елка очень красивая. Персонажи сказочные, очень красивые, добродушные. Нам очень нравится, мы второй год сюда приезжаем. Кто-то уже готов поздравить горожан с наступающим праздником. Я хочу горожанам пожелать семейного счастья, новых успехов, новых достижений, чтобы у них всегда уютно, радостно, в душе. Новогодний бульвар просуществует почти месяц. До 10 января он будет жить особой жизнью. Здесь состоятся мастер-классы по изготовлению новогодних подарков. Специалисты по дизайну, интерьеру и просто творческие люди со всего города поделятся своими секретами. Ну и, конечно, именно на новогоднем бульваре стоит главный символ праздника. Здесь и главная елка столицы Чувашии. Она украшена сотнями мерцающих огоньков. Здесь можно загадывать желание делать по-настоящему яркие фотографии. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. В Минспорта России подвели итоги смотра конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы. Наша республика стала третьей среди регионов численностью населения до 2 миллионов человек. Кроме того, в абсолютном засчете среди 82 регионов Чувашия замкнула шестерку лучших, где победителем был признан Краснодарский край. Оценивались 25 показателей, в том числе физкультура и массовый спорт, детско-юношеский спорт, спорт высших достижений, спорт инвалидов, материально-техническая база и финансирование спорта. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин